Панировку для них я буду использовать муку и манную крупу на досочку. Выложим немножко муки, смешаем с манной крупой. Когда вы добавляете в панировку манную крупу, получается очень интересный такой эффект при самой жарке. На готовом блюде манная крупа превращается в такую хрустящую корочку и напоминает даже жареную икру. Я всегда добавляю в панировку немножко куркумы. Тогда цвет готового блюда получается золотистым, но особого аромата куркумы они придают. Если вы хотите особый аромат, то, конечно, можете добавить немножко карри. Но, смотрите, сразу панировка стала такого желтого цвета. Сейчас мы поставим сковородку и согреем растительное масло. Возьмем для обжарки ребер сковородку греть. Включим. Сразу две конфорки. Чтобы она прогрелась равномерно. Пока поднимем ручку. Чтобы она у нас не сгорела с другой сковороды. И добавим растительное масло. Такое достаточное количество, чтобы... ...была покрыта вся поверхность. Сейчас мы будем панировать ребрышки в муке. Поочередно панируем кусочки. Если вы хотите, чтобы блюдо было более полезным, вы можете запечь подготовленные ребрышки в духовке. А если же у вас есть там функция гриль, то приготовьтесь даже под грилем. Аккуратно выкладываем на сковородку. Пока будут обжариваться ребрышки, мы снимем вторую порцию котлет и займемся приготовлением соусов. Лещ достаточно распространенная рыба на всех водоемах. Но самые крупные особи живут на дне в глубоких песчаных ямах. Мелких представителей этого вида называют подлещиками. Самого крупного леща удалось поймать в одном из озер Финляндии в 1912 году. И весила эта рыба 11,5 килограммов. Сейчас мы займемся приготовлением соуса. Для чего нам это нужно? Ну, во-первых, как бы это будет очень вкусно. Вы сможете обмакивать готовые ребрышки в соус. Но в то же время эти соусы будут таким, дают тоже дополнение к нашим готовым котлетам. Мы приготовим соус тартар. Для этого нам понадобится 2 желтка отварных яиц. Соус тартар, наверное, самый знаменитый соус для рыбы. Приготовить его можно на несколько дней заранее. Самый простой способ, это, конечно же, взять готовый майонез. Но мы не ищем легких путей, поэтому приготовим такой более сложный вариант. Мы возьмем стаканчик для ручного блендера. Добавим туда желтки. Теперь нам понадобится 2 сырых желтка. Нужно отделить их от белков. Яйца тщательно промывайте перед тем, как вы используете сырые желтки в каком-нибудь соусе. Так, сюда же мы добавим столовую ложку горчицы. Так, как-то наши ребрышки еще обжариваются. Столовую ложку горчицы. Немножко лимонного сока. Достаточно. Добавим соль. И сейчас все это будем вливать блендером. Так, и сейчас тонкую струйку будем вливать туда растительное масло. Можно, конечно, использовать оливковое, но мне нравится больше вкус простого растительного масла. Продолжаем стирать. Так, основа для соуса готова. Для соуса тартар. Сейчас мы перевернем ребрышки. Немножко надавится. Ребрышки жарятся. Мы сейчас доделаем соусы и подадим их прямо с полужару. Я додаю кореночку. Для наших двух соусов. Сейчас я выкладываю. Смотрите, какой у нас получился интересный соус. Конечно, наподобие майонеза, конечно, он будет совсем другим на вкус. Вы видите, что соус майонез приготовить совершенно просто. Так, сюда мы добавим несколько измельченных маринованных огурчиков. Так, порезали огурчики. Добавим такое же количество оливок. Если вам хочется более пикантного вкуса, можно добавить еще, конечно же, каперсы. Ну, у нас будет с корнишонами и с оливками. За моей спиной стоит невероятный запах жареной рыбы. И я уже в предвкушении дегустации. Все должно получиться очень-очень вкусно. Добавляем огурчики и оливки в основу. Для большей пикантности мы добавим небольшой зубчик чеснока. Можно, конечно, отмечить его на чеснокодавилку или же на терку, но мне нравится, когда чувствуется вкус. Чесночок хрустит. Так, перемешиваем. Мы его не солим, потому что соль мы добавляли при приготовлении самого соуса. Так. Такой получается аппетитный соус. Второй соус у нас будет совсем простой. Мы возьмем готовый хрен. Конечно, если у вас есть свежий корень, это будет гораздо интереснее и пикантнее. Тогда нужно его предварительно измельчить. Но у нас готовый магазинный вариант. Мы сейчас возьмем кусочек свеклы, отварной. Потрем прямо хрен на мелкую терку. Это избавит от такого слишком острого вкуса готового хрена. И в то же время придаст такой интересный цвет. Ну, какую легкую сладость. Домой половины свеколки нам будет достаточно. Добавим сметаны. И перемешаем. Второй экспресс-соус у нас готов. Сейчас мы будем снимать уже готовые ребрышки и готовиться к дегустации. Для приготовления блюда нарезаем ребра леща небольшими полосками. Солим, перчим и сбрызгиваем соком лимона. Взбиваем одно яйцо и выкладываем ребра в яичную смесь. Для панировки смешиваем манную крупу с мукой, добавляем куркуму. Обваливаем ребра в панировке и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Любите ли вы леща, как люблю его я. Жареный, фаршированный, варенный, запеченный в виде котлет, в виде рыбных фрикаделек. Ну, как можно стоять перед такими кулинарными изысками? А сегодня мы приготовили, смотрите, какие замечательные, сочные, хрустящие котлеты из леща. К ним мы подали соус тартар. А еще мы пожарили просто ребра леща. Они у нас хрустящие, такие ароматные, золотистые, и сделаем к ним простой соус из хрена. Обязательно попробуйте приготовить эту рыбу по нашим рецептам, и вы откройте для себя леща с другой стороны. С вами была программа «Рыбный день», я ее ведущая Жанна Дятлова. Редактор субтитров А.Семкин